Манукян и Зернов о своих надеждах на возвращение. Клинкамер о сложном выборе между Борщом и Путином. Хартли о травмах Шумакове, Бобкове и Лене. Все это в программе Овертайм прямо сейчас. Здравствуйте, уважаемые! Это программа Овертайм на 12-м канале. Мы показываем вам не только хоккей, но и культовые, знаковые хоккейные города России. Вот один такой город. Легендарный Ярославль. На ма 19-го века купола церквей, легендарная стрелка, а мы с вами внутри еще одной ярославской достопримечательности. Это Арена 2000, первая арена хай-топ-класса в России. Она открыла эпоху настоящих больших хоккейных дворцов. Новая Омская арена как начало новой хоккейной эпохи в российском хоккее. Это будет по-настоящему грандиозный спортивный объект, где в 2023 году пройдет часть матчей молодежного чемпионата мира. Федерация Хоккея России заявку Омской области на проведение статусного турнира одобрила. Дело осталось за малым. Построить. Минус один в списке травмированных. Коди Франсон на подходе. Защитник, который провел всего три матча на старте сезона, приступил к тренировкам вместе с командой. Его появление на льду в форме авангарда – лишь вопрос времени. Омские ястребы завершили восьмиматчевую выездную серию по маршруту Оренбург-Тольятти-Челябинск-Магнитогорск, пополнив копилку 10 очками из 16 возможных. Наша молодежка на данный момент идет третьей на востоке, но по потерянным очкам впереди авто и сибирских снайперов, расположившихся выше. Деугольникова быть теневым лидером конференции. На выезде свои первые шайбы за ястребов забросили Дудин, Давыдов, Пчалин, Береснев, а Машков и вовсе стал героем второй игры в Челябинске. Хоккеист оформил дубль и отдал пас на победную шайбу в овертайме. Ждем продолжения дома уже 14 октября. Вот так выглядит разминка, сухая разминка хоккейной команды за 20 минут до ее выхода на лед. Впереди раскатка. Ну а матч через час и семь минут. Локомотив против авангарда. И эту игру можно назвать так. Свои среди чужих, чужие среди своих. Мы будем следить не только за нашими игроками, но и за Свитовым и Аверином. Кстати, Свитов тут пробегал и крикнул «Овертайм, Омская область!». Жалко, мы это не засняли. Перед тем, как мы включим вам омскую фанатскую трибуну в Ярославле на полную громкость, давайте отмотаем пленку назад на сутки до матча. Команда прилетела в Ярославль и сразу налет на раскатку. Я спросил, как спалось после болезненного поражения от Сочи. Спросил и капитана, и главного тренера. В их ответах – разность наших менталитетов. Поздно. Поздно было, да. 24? Ну, где-то так, да. Конечно, никто не был счастлив. Ни команда, ни организация, ни тренеры. Но нужно идти дальше. Я не строю свою жизнь из негативных аспектов, только на позитиве. Да, произошло то, что произошло. Сегодня у нас было собрание, завтра в 5 часов уже игра, нужно быть готовым к ней. В этом есть своя прелесть хоккея. У тебя быстро появляется шанс сыграть по-другому в ближайшем матче. Вторая тема. Когда команда с короткого льда, как в Балашихе или Сочи, внезапно переходит на широкий и большой, как в Ярославле, это серьезно бьет по налаженной игре. Может быть, стоит уже узаконить один единственный стандарт для всей нашей лиги? Я думаю, так будет удобнее и игрокам, и судьям, и всему, скажем так, отслуживающему персоналу, потому что везде все по-разному, надо подстраиваться. Ну, есть пока как есть, все в равных условиях, все меняют площадки, поэтому на это никаких скидок делать нельзя. Это решать не мне, это решать КХЛ. У каждой лиги свои правила. Некоторые клубы КХЛ решили изменить размер своей площадки. Это их право и их решение. Откровенно говоря, мне все равно. Я люблю хоккей на всех площадках. Тем более, что обе команды играют всегда на одной и той же коробке. Я думаю, лига однажды придет к единому размеру площадки. Канадскому, олимпийскому или европейскому. Ну, а пока нужно показывать свою лучшую игру на льду любого размера. В Ярославле «Авангард» ожидаемо утонул и заблудился в углах необъятной площадки. И пока нашелся и выплыл оттуда. Счет стал уже 0-2 к началу третьего периода. Болельщики, вот единственные с нашей стороны, кто выигрывал свой матч с явным преимуществом с первых секунд. Вот как это было. Люди, чтобы поболеть за «Авангард», добирались в город на Волге издалека. Я Валерий Миллер. Ну, такая фамилия интересная. Ну, с Германии. Светлана Финашкина, Балашиха. Дмитрий Алексеев, Балашиха. Проснулись, сели в машину, потом самолет, перелет, поезд. Ну, как бы добрались. Нормально. Сейчас вот снег увидели. У нас в Германии редкость. Он тоже со мной. Вы там в Германии? Нет, нет, нет. Мы с Балашихи. Нам уже не хватает «Авангарда» в Балашихе. Да вы что? Расскажите о том, как «Авангард» за один сезон покорил Балашиху. Как это случилось? Это вообще непонятно, как случилось. Это не передать словами. Просто влюбил в себя всех. Балашиха голодная уже 10 лет до хоккея, после ХК МВД. На самом деле, в третьем периоде под бодрые заряды с трибун могли забить три, а забили одну – это сделал Дедунов в меньшинстве. Пьянов и бег свои шансы не использовали. Хотя у Тейлора все было очень близко, и люди поверили в гол. Дедунов может записать себе эту игру в актив, несмотря на итоговые 1-2. Ну, это мы так решили. А как он сам думает? Бывают такие моменты, когда запрасываешь потрясающую шайбу, красивую. А она не радует? Да. Бывает, конечно, это вот сегодня, наверное. Было бы хорошо, если бы мы забили еще один гол, чтобы сравнять этот матч, вытащить его. Были очень близки к этому? Да. Дедунов не попал, бег в штангу. Да, было много моментов, которые, так скажем, были стопроцентны, но что-то мешало залететь шайбе в ворот. Давайте поговорим о приятном, о вашей игре. Я думаю, что никто не ожидал, что Дедунов после месяца чемпионата столько забьет. Вы чувствуете, что вы уже стали полноправным участником этой команды, чтобы встроились в систему? Ну, как-то столько забьет это. Вот для меня, как будто бы я 20 уже забил. Ну, конечно, радуюсь, что приношу. Давайте умножим на число месяцев, которое впереди, будет в районе 20. Это такая математика, она не совсем, мне кажется, правильная, чтобы умножать на количество месяцев. Ну, а так, если в общем взять, конечно, это не может не радовать, что приносишь какую-то пользу, что играешь много в меньшинстве, стараясь выполнять то, что мне говорят, блокировать, убивать большинство соперников. Такое ощущение, что вам даже удобнее играть в меньшинстве, чем в равных составах. Больше территории? Ну, да. Больше возможности разогнаться? Ну, да, возможно, что меньше, так скажем, даже соперник ожидает какого-то такого острого, острой атаки от тебя, что ли. И, конечно, гораздо больше места, чтобы набрать скорость. Поэтому не могу сказать, что удобнее, но это, так скажем, для меня не тяжело, скажем, в меньшинстве играть. Мне ребята, которые, омские ребята, игравшие в Амуре, говорили еще два года назад, обрати внимание на Динунову. У него скорость лучше, чем Ули. У него скорость лучше во всей Восточной конференции. Что вам мешало, вот оглядываясь назад, реализовать себя в полном объеме? Мне кажется, я себя сейчас чувствую гораздо лучше, чем я чувствовал себя в 20 лет. Потому что, не знаю, все приходит, так скажем, с опытом. И сейчас где-то понимаешь, что надо делать, что не надо делать, как подходить к играм, как из них выходить. По физическим данным, я к себе вопросов не могу задать. Скорость та же? Да, ничего не падает, все то же самое. Прибавляется мудрость. Да, хоккейная. И забитые шаги. Ну, это, да. Артем Манукян и Денис Зернов получили практически одинаковые травмы летом в августе. Манукян в ходе матча в Балашихе с московским Динамо между двумя предсезонными турнирами. Зернов вообще в последнем предсезонном матче в Питере. Оба с разрывом в 10 дней поехали на операции в одну и ту же клинику в Германии. Оба проходили и проходят практически идентичный процесс реабилитации в Балашихе. Находясь в расположении команды, но не выбираясь на выезды дальше Москвы. До 6 октября. До дня матча с Локомотивом. Когда они оба оказались в Ярославле. Весь матч переживали, как будто бы были на льду. Последние секунды. Надежда на чудесное спасение уходит паровозной финальной серийной под своды Арены 2000. Разочарованные Зернов с Манукяном уходят в раздевалку. На выходе из которой после командного собрания мы и взяли их в оборот. По одному. Мы приехали поддержать команду, смотреть игру. Тут не так уж и далеко от Балашихи, поэтому решили сегодня приехать. Ваша инициатива? Ну да. Как идет процесс восстановления? И когда вас можно, и тебя, тебя, тебя когда можно ждать? Честно, по срокам не знаю, но пока все идет хорошо, даже лучше. С опережением? Это так. Готовимся. Как идет процесс восстановления? Чем занимаешься? Отлично. Проходит. Занимаюсь физиотерапией, восстанавливаюсь в зале и работаю. Хожу в бассейн. Что говорят доктора? Каковы примерные сроки хотя бы? Того, когда ты просто выйдешь на лед? На лед где-то выйду через три недели, мне кажется, может через месяц. Как тебе игра в «Авангарда»? Ну, сегодня были моменты, должны были забивать, выигрывать. Не повезло чуть-чуть. Мы следили за тобой, ты очень эмоционально следил за матчем, реагировал. Представляешь себя на месте, на льду? Соскучился по льду, соскучился по команде? Да, конечно, соскучился. Охота выходить и приносить пользу команде. Ну, ждем возрождения связки Андрегета Зернов. Спасибо. Восстанавливайся и выходи. Так просто по ощущениям после Нового года? Я думаю, да. Вячеслав Козлов и Никита Щербак. Тренировка взрывной скорости. Тренировка рывка с места. Ну, а мы с Робом Кельхаймером прямо сейчас натренируем быстроту реакции. Рубрика «Булиты» или-или. Ситуация выбора. Безусловно, предсезонная подготовка в России сложнее, и плюс она длится порядка двух месяцев. В НХЛ подготовка к сезону длится примерно 19 дней, и, конечно, ты предпочитаешь 19 дней, а не два месяца изнурительной и тяжелой работы. Я думаю, что КХЛ сильнее. АХЛ — это хорошая лига, в которой игроки могут развиваться, чтобы пробиться в НХЛ. Но все-таки КХЛ — это вторая по силе лига в мире. Здесь много мастеровитых ребят, и уровень хоккея очень высокий. По натуре я все-таки крайне нападающий, но у меня был опыт игры в центре, и, в принципе, комфортно чувствую себя в этой роли. Но привычнее чувствую себя на краю. Лично для себя я назову борьбу под воротами, когда идет борьба за шайбу с защитником. Ведь они задействуют все силы, и в ход идет все, что только можно. Нужно уметь противостоять габаритному сопернику, сражаться на равных, поэтому именно там у меня проходят самые горячие бои. Семь часов на самолете однозначно. Там хотя бы можно встать и походить. Когда мы летим с командой, практически у всех есть свободное пространство, где можно прилечь и поспать, подвигаться и размяться. Десятевой бросок, поскольку за последние пять лет я от силы раз пять бросал с замаха, и практикую это не так часто. Это очень сложный вопрос. 20 лет назад это точно была Россия. Вообще всегда, когда Канада играет США и Россия, это очень принципиальные матчи. Но за последние два десятилетия США сделали большой шаг вперед. Развитие получили большое количество серьезных игроков, поэтому сейчас это, наверное, все-таки США. А до этого, безусловно, Россия. Определенно назову русский борщ. Я небольшой фанат таких блюд, как Путин. Моя жена готовит намного лучше, поэтому я выбираю борщ. Это еще один сложный вопрос, если честно. Когда ты растешь в Канаде, ребенком ты мечтаешь в один прекрасный день выиграть кубок Стэнли. Не знаю, почему так. Возможно, потому что на Олимпийских играх участвует чуть больше 20 представителей от страны, и ты не держишь в голове Олимпиаду. А о кубке Стэнли всегда мечтаешь. Альберто, прошу прощения, Балашиха очень милый город, но Альберто – это мой дом. Там живут мои родные, друзья. Я там родился и вырос. Вот сейчас наши заканчивают уже тренироваться, а на смену им, на тренировочный лед, выйду хоккеисты Хабаровского мура. А там, между прочим, Кирилл Раскатов. Продолжаем тему «Свои среди чужих, чужие среди своих» с Петром Смольниковым. Илья Михеев уделывает Америку. В первом же матче под горячую руку попал голкипер Оттавы Крейг Андерсон. Сначала Микки отдал точную передачу на Тревора Мура, а вскоре и сам, броском в касание, задал старт заброшенным шайбом в сильнейшей лиге мира. Связка Мур-Михеев сработала и во время канадского дерби с Монреалем. При выходе 2 в 1, а мич вновь отдал точный пас на партнера, а тот не дрогнул. Три очка в четырех матчах. Потрясающий результат для новичка. Так держатель я. Дмитрий Яшкин, вернувшийся в Россию из Вашингтона, открыл счет с забитым голом в КХЛ. В очной встрече с Адмиралом новоиспеченный динамовец отвесил победную шайбу в аккурат под щитки Алкинаура, установив итоговый счет 5-3 в пользу белоголубых. С подчином. Владимир Ткачев, пополнивший в межсезонье ряды питерских армейцев, творит чудеса. 16 очков в 16 играх. Забивает сам. На его счету 7 взятий ворот. Одно краше другого. Но и не забывает делиться с партнерами по команде. А мич раздал. 9 голевых передач. Не заскучал ли ты по дому, Владимир? Такой хоккей нам нужен. Егора Аверина и Александра Свитова перевели в четвертое звено, тем самым значительно ограничив им игровое время. Быть может поэтому экс-ястребам не удалось ярко проявить себя на льду в игре против родной команды. А может и вовсе сыграла врожденная и истребиная солидарность. Впереди у Авангарда встреча с Хабаровским Амуром, где играют хорошо знакомые нам Кирилл Рассказов и Данил Файзулин. Теперь интересно, в каком же звене выйдут они. Юрий Панов в качестве главного тренера «Стальных лиц» впервые противостоял нашей молодежке. Первая встреча закончилась со счетом 1-3 в пользу ястребов. Несмотря на счет, вплоть до финальной сирены главный тренер хозяев невозмутимо пребывал на скамейке запасных. Даже магнитогорский комментатор высказал свое удивление. «Последняя минута третьего периода. У нас очередная пауза, положение вне игры. Лайнсман фиксирует. Юрий Панов не использует тайм-аут». Правда, на следующий день подопечным Панова все же удалось собрать волю в кулак и реабилитироваться. Лисы одержали победу со счетом 4-2 и вплотную приблизились к турнирной таблице к камячам и уфимсам. В 47 лет Яромир Ягр продолжает голевую феерию. 6 очков в 6 играх чешской экстра-лиги. А ведь еще летом у Ярда были проблемы с весом из-за трехмесячного отказа от тренировок. Всего за месяц Яромир сбросил 7 килограммов. И если вам нужен хороший диетолог, вы знаете, у кого можно спросить телефон. Горячий финский парень Карри Рями продолжил карьеру в Швеции. Любимец омских болельщиков подписал контракт со стокгольмским Юргорденом. Специалисты скептически относятся к перспективам голкипера, ведь он пропустил целый сезон и только недавно восстановился после тяжелой травмы. Мы желаем ему удачи и будем внимательно следить за его результатами. В субботу всю хоккейную общественность потрясла печальная весть. После длительного лечения в Германии от онкологического заболевания скончался воспитанник Омского хоккея, один из самых открытых, отзывчивых игроков лиги, Самвел Мнацян. Мы приносим соболезнования родным и близким хоккеиста. Самвел, ты боец. Светлая память. Месяц и десять дней с момента старта чемпионата самое время начать задавать вопросы по игре. Мы и зададим эти вопросы Бобу Хартли. Сразу после окончания вот этой тренировки. Шесть ключевых игроков авангарда получают травмы на старте сезона. Вот такое было когда-либо в вашей тренерской карьере? Да, сразу вспоминается мой первый сезон в НХЛ с Колорадо-Эвиландж. У нас травмировалось шесть защитников почти одновременно. Да, это большая неудача. Но хоккея не бывает без травм. Да, ты никогда не хочешь, чтобы игроки получали травмы. Но нас подкосили серьезные травмы, требующие операций и много месяцев для восстановления. Но в свою очередь это дало возможность другим игрокам показать себя в ключевой роли. Больше играть, и они справляются. Это говорит много о характере наших игроков. В какой-то степени это инвестиции в их будущее. В условиях обвала травм некоторые игроки выполняют несвойственные им функции. К примеру, Семенов никогда раньше не играл в первом звене. В креативном звене у него были другие функции. Как вы оцениваете его игру? Это отличная роль для Семенова. Он пользуется своим шансом. Этот период поможет стать ему лучшим игроком. Он много играет в первом составе. Выходит на большинство и меньшинство. Встает на ключевые вбрасывания. Он хорошо справляется. Он до сих пор молодой игрок. И этот опыт очень поможет ему стать лучшим игроком. Шумаков в четвертом звене на протяжении целого ряда матчей. Это подтверждение вашего тезиса о том, что игрок должен уметь играть на любой позиции, в любом звене. С кем угодно, где угодно, когда угодно. Такая ситуация сложилась исключительно из-за всех этих наших травм. Мы находимся в поиске баланса. Ждем максимальной эффективности от каждого игрока. В своей работе я опираюсь не на репутацию игрока, а на его эффективность. Я одинаково требователен ко всем. И каждый должен доставать из себя все самое лучшее. Вы обычно никогда не критикуете публично своих игроков. Тем не менее, в этом сезоне, после одного из матчей, вы критиковали Бобкова. Вы сказали о нем, что он пока еще не показывает тот уровень игры, который вы от него ждете. Что это было? Вы хотели послеснуть нашего вратаря? Я бы не назвал это критикой. Это обычная констатация фактов. Боб отлично начал сезон, провел шикарные матчи против ЦСКА и Йокерита, но потом несколько игр он не был лучшим собой. Такое случается в течение сезона. У нас есть два отличных вратаря. И начал играть Судницын. И эти несколько игр стали возможностью для Боба передохнуть и поработать над собой. Так случается. Может быть, была слишком длинная и тяжелая предсезонка или моральная усталость. Вообще, ничего страшного не произошло. Было несколько игр, в которых Бобков просто не был самим собой. Когда мы говорим о вратарях, нам не стоит забывать о том, что у них нет права на ошибку. Один раз ошибся, и шайба в сетке. Ошибки защитников могут простить, а ошибки вратарей нет. Я люблю и ценю своих игроков. Всегда их защищаю. Всегда рад дать передышку. И это дает результаты. Да, что касается предсезонки, есть такая русская поговорка хоккейная, что за время предсезонки команда успевает набрать форму, а потом ее потерять. Не кажется ли вам, что нужно все-таки проводить предсезонку в сифроамериканском формате, в более коротком формате лагерей? Здесь все зависит от уровня подготовки игроков в НХЛ. Например, ребята приезжают, и у них сразу начинаются товарищеские игры, потому что игроки уже готовы. Они все лето тренируются у себя в городах, либо с партнерами по команде, и приезжают в хорошей форме. Когда я тренировал в Швейцарии, мы тоже начинали подготовку достаточно рано. И уже где-то с июля ребята занимались в зале самостоятельно. Здесь все зависит от того, как игроки работают над собой, и от решения клубов России. И в Европе это сложившаяся традиция. Именно таким образом начинать подготовку к сезону. И в заключении этого разговора три вопроса не про хоккей, а про жизнь. Вы очень хорошо говорите на русском языке, по крайней мере лучше, чем Боб Клинкамер, который три года уже в России. Для чего вам это? Вам важно уметь говорить на языке страны, где вы работаете? Это очень важно. Я считаю, что главная вещь в тренерстве – это общение со своими игроками. Как минимум, желание общаться и находить общий язык. И дело не только в языке, но дело еще и в культуре. В ресторанах я не боюсь пробовать русские блюда. Да, сначала ты принимаешь решение, тренировать ли тебе какой-то определенный клуб. А затем ты должен научиться жить в новой для себя стране, по ее стандартам. И общение – ключ к этому. Когда я жил в Цюрихе, или когда я готовил национальную сборную Латвии, и когда я приехал тренировать «Авангард», я старался бросить себе вызов и выучить так много новых слов, как мог. Иногда это намного смешнее по звучанию, чем по смыслу. Я люблю учить языки. Это своеобразная дань уважения стране, в которой я работаю. Ваше любимое русское слово прямо сейчас? У меня много любимых слов. Отлично и супер, замечательные слова. Я хочу, чтобы мои игроки чувствовали себя на эти слова. Я люблю веселиться. Сейчас в команде есть люди, которые учат меня. Учат разным смешным фразам. Еще я стараюсь учить язык в ресторанах. Я люблю поесть. И стараюсь учить новые слова и названия блюд. Ну и, конечно, некоторые игроки учат меня плохим словам, которые не скажешь по телевизору. Вы меня спрашивали, как будет по-русски «лэйзи». Лэйзи – это лентяй, ленивый. Надеюсь, в «Авангарде» нет лентяев? Я нет ленивых. Работа, работа, работа. Спасибо. Спасибо вам большое. Это программа «Овертайм» на 12-м канале. На сегодня мы заканчиваем. Через два с небольшим часа, здесь же, на «Двенашке», трансляция хоккейного матча «Авангард Амур». А мы присутствуем на утренней раскатке «Авангарда». И что я вам могу сказать? Щербак возвращается в первое звено, где он сыграет с Семеновым и Андригетто. Макаров сыграет в третьем звене с Астасием и Дедуновым. Вот такие новости. Дальше, больше, через неделю в нашем очередном телехоккейном эфире. «Овертайм» продолжается. Поздравляю с возвращением в состав. Первое звено. Вот насколько важно для вас играть вместе с Андригетто. Насколько у нас хорошие личные отношения. И вот насколько отношения вне поля переносятся в взаимодействие на льду. Помогает этому? С ним легко играть. Со Семеновым он очень хороший игрок. Много у него мастерства. Очень хорошо катается на коньках. Да, хорошее взаимопонимание. Каждый день с ним общаемся, грубо говоря. Ездим вместе из дома на тренировку. Поэтому, я думаю, это помогает немножко. Все-таки хорошее отношение там перевивается на площадку. Поэтому с ним очень легко играть. Он разговаривает много, помогает. Поэтому с ним приятно. Можно сказать, что вы помогаете ему освоить аваристы в действительности. Он помогает вам освоиться на льду. Ну да. И как бы я ему чуть-чуть помогаю в некоторых моментах. Ну, мне кажется, он сам, в принципе, нормально разбирается. Он сам человек с головой. Поэтому иногда некоторые нюансы есть. Я ему подсказываю. А так, мне кажется, все ему нравится, все нормально. Насколько важно для вас забить первую шайбу? И что чувствовали, когда забили? Чувствовали тот момент, когда шайба попала в сетку и наконец-то это случилось? Ну, конечно, облегчение есть. Думаешь, и, конечно, об этом было. В голове сидело. Как бы хочется как можно быстрее из головы выбросить. И партнеры помогли. Поэтому хорошо. Приятно было забить. Приятно было выиграть. Спасибо. Ждем продолжения. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова